Участников меньше, качество лучше. Так можно охарактеризовать юбилейный 10-й Всероссийский фестиваль-конкурс «Рокфевраль». Участвовало чуть больше 30 коллективов в классических номинациях. Вокал, рок-вакустики, панк-рок, традиция, экстремальный рок, хард-рок, альтернатива. Гуру фестиваля Николай Хомский делится наблюдениями. Играть стали лучше. Умнеет, умнеет, еще раз умнеет. Это однозначно. Раньше у нас очень были команды юные. Это Иванский район, где я занимаюсь, музыкальный центр пользуется. Александра занимается, романтик-клуб, это готовит. Вот эти копейки. И форумами к этому относятся. Все, остальные только у нас взрослые, дядьки, можно сказать. Песни тоже стали умнее. Рок-музыка отличается от других направлений социальной подоплекой текстов, драматизмом, серьезностью освещаемых тем. Победительница в номинации «Традиционный рок» лидер подмосковной группы «Луна-шаман» Алена – яркий представитель интеллектуального рока. У нас в России традиционный рок – это именно рок, который делает упор на текст. То есть именно смысловая нагрузка должна быть основой всего. Ну, а музыка должна, естественно, поддерживать это. В каждой песне это как драматическое небольшое представление. То есть это и театральная постановка, то есть это текст сам по себе. А музыка должна только нагнетать вот эту обстановку и поддерживать вот те эмоции, которые я пытаюсь донести. Гости из других регионов конкурсом остались довольны, отметив, что раз от раза фестиваль становится более профессиональным. Интеллектуальную направленность удалось выдержать всем. Социальные темы, всякие внутренние переживания – это такая для рока очень, наверное, основательная тема, причем для всех групп, для всех абсолютно направлений и для любого возраста. Гран-при конкурса достался Ивановскому коллективу «За целлофанхэтс». Организаторы назвали ребят не целлофановыми, а золотыми головами фестиваля. Призовая композиция группы посвящена постоянному поиску и построена на игре слов. Как отметил лидер группы, их музыку нужно не слышать, а чувствовать. Эта победа – просто результат многократного участия в этом фестивале и работа над ошибкой по результатам каждого из них, потому что давно было заветной целью здесь и здесь. Настоящей изюминкой последнего фестивального дня стал 40-минутный сет московской группы «Перфект Крайм». Столичные вокалисты, исполняющие олдскульный англоязычный хард-рок, а-ля 80-е и 90-е годы прошлого века, ивановские публики пришлись по вкусу. Это будет очень хороший опыт для нашей команды. Съездить в славный город Иваново, показать себя, попробовать посмотреть, как здесь группы играют. Потому что мы из Москвы выбираемся редко достаточно. Ездили на Малый Ярославец в прошлом году на фестиваль и в Санкт-Петербург. Соответственно, у нас гастрольный график такой неплотный совершенно, поэтому мы нашли время, в общем, мы решили, что сюда будет очень здорово съездить. Не каждая группа играет на большом уровне, который может позволить себе дать какое-то сольное выступление. Поэтому некие отборы, конкурсы всегда идут в пользу для группы, как опыт выступлений, как опыт общения между группами, а также опыт общения со зрителями. Агрессивное звучание, басы и сильный вокал. Фестиваль «Роб Февраль» за годы сформировал свой стиль и с успехом его выдерживает. Тексты и мода на стиле меняются, коллективы взрослеют. Постоянно одно – «Роб». Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.